Полпредпрезидент России в Приворском федеральном округе Михаил Бабич в ходе своего визита в республику побывал на месте строительства будущего Чувашского кадетского корпуса. Он будет шестым по счету в округе. Всего же в России 18 кадетских президентских училищ и корпусов Министерства обороны и около 60 региональных. История кадетства восходит к 17 веку. Именно тогда появилась эта форма начального военного образования. В советские времена в нашей стране действовали только Суворовские и Нахимовские училища. Возрождать кадетство начали в 1990-х. В Чубаксарах кадетская школа появилась в 2000-м. Сегодня в кадетской школе имени Александра Кочетова учатся более 200 ребят. И в старом здании 1932 года постройки им разумеется тесно. Всего же в Чувашии более 6 тысяч кадет, для которых созданы профильные школы и классы. Так что потребность в такой форме образования велика. Родители учеников неоднократно поднимали вопросы строительства нового здания. Очень рады, что мы именно сюда поступили. Самое главное то, что мой сын сам захотел сюда поступить. Изъявил сам желание. Сказал, мама говорит, у меня судьба решается. Идем, говорит, заявление в кадетскую школу подавать. Новый корпус, напомним, строится в соответствии с соглашением, которое подписали полномочный представитель президента России в Приложском федеральном округе, правительство Чувашии, Минобороны России и группа компаний «Ренова». У нас есть воздушно-десантные корпуса, у нас есть военно-морской корпус, у нас есть кадетский корпус сухопутных войск, МВД России, войск национальной гвардии. И вот сейчас создается кадетский корпус профилем подготовки, в котором будут воздушно-космические силы. И решением министра обороны за кадетским корпусом уже закреплены шефы, это и главное командование Воздушно-космических сил, Воронежский авиационный институт, Лепецкий учебный центр. Это лучшие учебные заведения и лучшие соединения Воздушно-космических сил Российской Федерации. Символично, что памятную капсулу в фундамент будущего кадетского корпуса заложили в дни, когда отмечается 105 лет образования военно-воздушных сил. Ведь новое учебное заведение будет по-прежнему носить имя героя Советского Союза, летчика Александра Кочетова. Летчика-истребителя, участника Великой Отечественной войны, совершившего 488 боевых вылетов, лично сбившего 34 вражеских самолета и своим поступком сподвившего своих земляков на строительство боевых самолетов, необходимых для армии, один из которых с надписью от колхозника Гаязова был предоставлен Александру Васильевичу Кочетову. Уроженец Алатари Александр Кочетов стал героем Советского Союза в 25 лет. После войны служил в правоохранительных органах, возглавлял ДСААФ. Один из его сыновей тоже был летчиком, а потом династия прервалась. Поэтому родственники героя очень рады, что его имя будет носить кадетский корпус именно воздушно-космического профиля. Я очень рад этому, мне очень приятно. И, естественно, и моя бабушка Адалина Александровна тоже попросила, чтобы я присутствовала на данном мероприятии, попросила, чтобы я передала слова благодарности всем. Слова благодарности передала и правнучка Кочетова, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Адалина Сотникова. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Андрей Шоклев, Республика.